И последний вопрос в нашей главе. Халли львакель аньештерия миннавсии. Выказали кальвусы. Может ли уполномоченный купить сам тот товар, который его уполномочили продать? Я поручил тебе продать товар за 600 тысяч. Или не сказал никакой цены. Сказал, продай за меня этот автомобиль. Можешь ли ты сам себе его купить? Как уполномоченный сам себе купить этот автомобиль по, допустим, среднерыночной цене или нет? Говорит Мазаб Ахмад Ашафи, анну лая джуза львамазарит. Говорит Мазаб имама Ахмада Атаджа Ашафи, что это не является разрешенным. Здесь им двоим это не разрешено. Второе имеется в виду то власы. Власы тот кому-то, тот кому оставили что-то в качестве завещания. Сказали, вот тебе задание власы. Умерший пишет завещание. Говорит, я уполномочиваю такого-то продать за меня такой-то товар. Может ли он тоже купить сам себе этот товар? Это имеет в виду. Говорит первое мнение, это Мазаб Ахмада Ашафи, что он не имеет права такого делать. Потому что, говорит, в основе, в обычаих людей, если человеку уполномочили продать товар, то он должен продать его другому человеку, третьему человеку, а не самому себе. А также, если он продаст этот товар самому себе, то, говорит, последует относительно него обвинение. Почему обвинение последует? В том смысле, что он занизил цену самому себе. Специально продал себе подешевле. Пользуясь случаем. Литанафи Аль-Гарабейн должно быть. Литанафи Аль-Гарабейн. Потому что здесь две цели противоречат друг другу. Как понять две цели противоречат друг другу? То есть, брат, смотри, смотрим сюда. Уполномоченный здесь сразу становится кем? И продавцом, и покупателем. Правильно или нет? Сам себе продает, как говорится. Цель продавца какая? Продать подороже. А цель покупателя какая? Купить подешевле. Тут, говорит, встречаются друг другом, улбом, две разные цели. Он же человек, продавец, должен продавать подороже стараться. И он же покупатель должен стараться покупать подешевле. Говорит, Видишь, потому что продавец старается поднять цену за товар. А покупатель, наоборот, старается понизить цену за товар. И это мнение также Абу-Ханифы относительно уполномоченного. Но не относительно того, кому оставили завещание. И это один из ребятов от имама Малика. Значит, Абу-Ханиф разделил между этими двумя людьми. Сказал, уполномоченный не может покупать этот же товар сам. Сам же себе его продавать не может. Но у осы может. То есть разделил между вакиль и между осы. И опять это деление, брат, не строится на каком-то понимаемом аргументе. Далее. Говорит у Амага, у Малика, у Лаузаи. Второе мнение в этом вопросе. Это основной мазап имама Малика. А та же мнение о Лаузаи. У Ахмад. И это мнение Мама Ахмада. То есть второе. То, что такая покупка будет действительной, но с условием. Чтобы он не занижал цену самому себе. И чтобы он купил этот товар по среднерыночной цене или даже по более дорогой. И Абу Ханиха сказал, что это правильно относительно осы, но не относительно вакиля. Относительно неуполномоченного, а относительно того, кому поручили действовать по завещанию. Второе мнение является более верным. Какое мнение является верным? То, что тот, кому уполномочили продать какой-то товар, может купить его сам. Может продать его самому себе, но с условием. С каким условием? Чтобы он купил это по среднерыночной цене и не дешевле. Или если ему назначили конкретную цену, чтобы он купил именно по этой назначенной конкретной цене, а не дешевле. Тогда это будет действительно и будет разрешено. Понятно или нет? Почему? Потому что если человек может продать человеку постороннему, так же он может купить его сам. И продать его самому себе. На этом завершили разбор вопросов главы о Шарика Вальвакаля. О партнерстве и уполномочивании. По милости Всевышнего Аллаха. И со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору другой главы, которая называется Бабли Крар. Глава о самопризнании. Субханакуллаху мабихамдик. Ашадулаху мабихамдик. Ашадулаху мабихамдик.